Можем здесь по дороге говорить, в зал ожидания. Как вас зовут? Саша с Украины. Вы ездили по всей Европе и теперь хотите обратно или как? Нет. Ввиду того, что во Франции, если паспорт у вас просроченный, вас посылает префект Марселя или префект Ниццы, посылает вас обратно в Украину. А, консул. Обновить документы? Нет, нет, нет. Консул Украины, Париж. Приезжаешь к консулу, а консул не хочет ничего этого делать. Консул что-то ждет. Но от Марселя до Парижа это далеко ехать. Ну, от Марселя до Парижа бесплатный проезд. А, есть все-таки, да? Есть бесплатный проезд. Но сейчас, после 31-го числа, после 31-го мая, это проезд платный. Ага. Проезд платный и, как бы, ну, не больше, ну, бесплатный, не больше, ну, как раз за все время. Понятно. Ага. Чтоб туристы оставались на месте. Ну, это... Туристы и беженцы. Туристам можно, они же платят за билеты, а беженцы, да. Чтобы беженцы оставались на месте. Но дело в том, что это нарушает права человека. Потому что, как бы, они за украинцев решают, куда им направляться. С одной стороны, украинцы приезжают без денег. И, ну, короче, это неправильное отношение Франции к украинцам. Ну, у вас, я видел, есть деньги. Есть 2 евро, есть 2 лея. Румынский. Да, это сам. Я видел. У вас и деньги, и билет есть. Да, 2 лея, да. Но дело в том, что этот самый... С Марселя проезд до Парижа 180 евро. И, короче говоря, откуда у человека до Парижа, чтобы проехать, чтобы получить это вот... Ну, короче говоря, смысла нет. Такое ощущение, что префект вместе с консулом Украины во Франции ждет, когда у тебя из штанины выпадет денежка, что ты которую потерял, так сказать. Если ты потерял денежку, то, как бы, никто тебе ее не вернет, так сказать. Поэтому вы уехали из Франции? Да, поэтому я разочаровался после двух месяцев нахождения во Франции. А, все-таки 2 месяца, да? Да, да. И я, короче, уехал оттуда. Уехал оттуда. Надо заехать в Киев, восстановить паспорт. Восстановить паспорт. А вы из Киева? Нет, я не из Киева, но прописан я в Одессе. Как бы сказать, живу, где придется. Понятно. Свободный человек. Саша с Одессы. Да, да. Человек, где попадется. И у него огромный багаж. Ну, что багаж? Рюкзак и сумка, не? Это рюкзак и сумка. В рюкзаке у меня куртка. Одежда, да. В зиму, вы поехали зимой оттуда поехать? Нет. Отцовская куртка у меня. Отцовские спортивные, которые уже лет 15. Курт, которые уже лет 15. У меня просто... Все ваше имущество. Сентиментальное такое, да. Шлепанцы, кроссовки. Чупики, которые я связал, так сказать, ключком. Ну и, в принципе, что еще? А, ну, я чайник купил на ваучере для обеда, который выдавали во Франции, в городе Истер. И едете две-три тысячи километрам с чайником. С чайником домой, потом уже он... Ну, как, на память так было. Я сентиментальный. Трофей. Да, трофей французский. Но дело в том, что... Но французы... А, жанин. У меня чайник made in China, сделанное из Китая. Да, не made in Russia, или made in Ukraine. Да, да, это самое. Но дело в том, что есть нюансы в том, как бы... Во Франции все лечит. Вы видите, у меня не хватает части зубов, так сказать, ну... Не любите чистить зубы? Или кушать сладкое? Нет, нет, просто кости верхней челюсти просто испарились. Нет, некуда. Проблема, да. Да, да. И это... Ну, это... Во Франции это все лечит. Если бы... За два месяца не успели протез поставить, или... Нет, за два месяца... Я не успел оформить... То есть не получилось у меня оформить статус временного убежища. Потому что... Из-за просроченного паспорта? Из-за просроченного паспорта. Согласно директиве... Директиве Совета Европы о временном убежище никто не имеет права продлевать... Ну, препятствия строить украинцам для получения временного убежища. Ну, во Франции, я так понял, эта директива действует, но не со всеми. Есть еще руководство к исполнению директивы, тоже составленное Советом Европы. Это сборник советов, которые позволяют в большом... В большом интервале делать, как ты хочешь. Как хочет префект, как хочет это. То есть там нет никаких особых запретов, четких постановлений, для того, чтобы... Если так, то надо делать так. То есть все зависит от настроения префекта по отношению к вам. И префект Марселя... Сейчас я скажу вам, как его зовут. Да неважно, мы можем найти в интернете. Да, да, префект Марселя. А, а, и... Он... Что в Марселе у нас? И в Ницце, так сказать. Там хорошо. Но... Там есть одна проблема. С женщинами вы там префектовать не можете. Вы не можете... Вы можете ее пригласить сразу же на обед, а там все дорого. Либо пригласить на свидание. То есть все. Вот это единственное. Если вы просто скажете доброе утро, вы прекрасно выглядите, вам сразу сексуальное добогательство оформят. То есть... Доказательств никаких не нужно, что вы там что-то... Просто человек подумает, что вы подумали, и на этом все строится. А откуда вы это знаете? Вам сказали или... Нет, это у меня... Личный опыт. Вот у меня... Я приехал в Ниццу, и у меня 17 апреля я приехал в Ниццу, 19-го числа меня отправили на корабль. Корабль? Корабль это... Паром, который принимает беженцев. А, и жили на пароме, на море, да? Ну как жили? Что это? Одни сутки это... Ну, в общем, при входе я попросил по-французски, чтобы социальный работник, девушка, поднялась ко мне в каюту, которая там есть. Для того, чтобы объяснила мне правила. Потому что, когда я при входе спросил, есть ли какие-то правила? Никто мне ничего не ответил. Правила не описаны. Ну, и просто я попросил подняться ко мне в каюту. Это, прийти ко мне в каюту. Ну, там все что-то засмеялись. Ну, я не знаю, что. На следующий день мне сказали, что если вы себя будете так вести дальше, то мы вызовем полицию. А так как я человек справедливый, я говорю, и закон я знаю, то я говорю, хорошо, вызывайте полицию, давайте выясним, разобраться, что я здесь делал не так. В итоге они вызывают этого капитала, что-то ему там орут наши переводчицы, которые себя там неправильно ведут, так сказать, что я якобы пригласил французенку с ракетом, так сказать, намеками, так сказать, это на ихнии сомнения. Мои слова на то, что а если вот девушка приглашает сантехника, например, или психолога, или полицейского одного, то это что, предложение трахаться или это все-таки есть интервал какой-то. То есть на это они не отвечают, а просто тулят свое, проталкивают то, что они верят. И все, и компетент, компетент не говорится. Покиньте наши, да, ревуар. И, конечно, забрал этот бланк, который доказывает, что я там. Дальше меня отправили в приют бездомных, так сказать, приют бездомных. но мне повезло, я попал на рамадан, две недели я ел по пол колоколу мяса в день. Это самое. Там было хорошо. Хотя комната была не очень там, кривка, умывальник, три кровати, короче, и больше ничего. Марсель это Одесса. Фактически это Одесса, кроме станции ГЗ, где живут арабы, где вещи лежат как сэконфенди, просто без этого самого, без крыши вверх. Под дождем, под снегом, там все по одному евро. Это из гуманитарной помощи, которая приходит в этот арабский район в 15-й, который является в 15-й. И вы устали от такой Франции и решили вернуться домой. Да, приехав в Ницю, приехав в Ницю с зайцем, так как это самое, иначе никак. Просто заходите, если что, вы показываете паспорт брендонима Украины и едете дальше. Едете дальше, никто вам ничего не говорит, потому что все понимают, что вот эти ограничения, не больше двух поездов в каждой стране, это фактически ограничения нарушения прав человека. Но есть один маленький нюанс. В законе Украины, в законе России, в законе всех остальных стран всего мира нет определения термина человека. Поэтому и в конвенции ООН нет определения термина человека. Поэтому с одной стороны нарушения прав человека нет. Потому что неясно, кто такое человек. Это самое. И этим пользуются депутаты всех стран, президенты. Короче говоря, поэтому они все бездоказны. Потому что нет человека, а закон для человека. депутаты не знающие люди страдают из-за этого. Простые граждане. Дальше из Франции а в Ницце я встретил охранника тоже араба, который с таким же отношением как у нас, кроме того, что он является охранником, ночью он исполняет функцию социального работника волонтера, которую он не хочет выполнять, но он вынужден так сказать. Из-за того, что он араб и он прошел через все эти беды, которые здесь прошли мы проходим, он говорит здесь женщин вообще даже просто доброе утро нельзя говорить, потому что скажет доброе утро опинян в сексуальном домогательстве, так сказать. То есть вот только так вот четкие есть нормы, что либо на свидание приглашаешь, либо это поужинать, пообедать, позавтракать куда-нибудь. Ну, в одном заведении, которое так. Если оформляешь как оформляется временное убежище, то вы можете здесь открыть свой бизнес. Не строится на работу, а открыть свой бизнес. То есть там, во Франции? везде в Европе? Нет, во Франции. И для этого Франция выделяет 7000 евро, вам для раскрутки своего бизнеса. При этом вы должны знать французский на уровне B2, как раз. B1, B2. Средний какой-то, да? средний французский, либо иметь француза, на него вы оформите это, так сказать, это бизнес, да? Да, это бизнес, да. Если вы холостой, вы находите девушку, переводчицу, которая вам понравилась. Или парня. Нет, я не знаю. Но в Франции можно есть парня. Ну, если вы, да, нетрадиционной сексуальной ориентации, кстати, об этом говорить нельзя, это самое, потому что это скажут оскорбление, там, и все такое, в общем, 10А, светофоры, что? Хотел насчет светофор, в Марселе светофоры, когда работают, они фактически не работают, то есть они не выполняют свою функцию, они не останавливают только водителей автомобилей, и там трамваев, автобусов, а для пешеходов они не имеют значения, если ты идешь, то ты идешь себе спокойно, не парясь, ничего, тебе все уступят дорогу, это за мать, то есть вот это хорошо, так, есть и хорошее, и плохое веб-логе, да, есть и хорошее, и порт-логе, в приютах, в приютах кормят ноутбой, я там только набирал вес, и а, лицов-то нет, то есть футболки 4ХЛ для меня уже маленькие, это самое, и я понял, что надо опохудеть, возможности просто нет, сказать себе, что ты, мне кажется, гипоклиния, скорее всего, это самое, из-за этого у меня, ну, потребность постоянно в сладком, и потребность постоянно в сладком, и постоянный голод, ну, как голод, то есть, все, что даю, я, как бы, всегда, ну, не все, что это самое, где-то, получается, себя ограничивать, но понимаешь, что просто станции переработки и работа нет, а, в море не купался, в Марселе в море не купался, потому что это так же, как в Одессе, через каждые 500 метров канализационная труба, метровая, выходит, и нет водоочистной станции, это находится все в море, поэтому в море, в море, это нигде купать, надо лучше душ, или, это самое, бассейн, там, какой-нибудь, ну, вот это, так, что еще, то, что хотел бы рассказать, наверное, в другой раз расскажете про Румынию, про ваши приключения в Румынии, подождите, 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 я еще не закончил, я думаю, закончили миссы, Марселе, и все, еще, еще, еще одежда, одежда там дорогая, одежда дорогая, поэтому я советую скупаться в оптовых, там, где в оптовых все продается, то есть, вот, оббываете в розницу, но вы покупаете все в 4-5 раз дешевле, то есть, например, футболка, я нашел 4XAL в городе, она стоит 12-15 евро, я нашел за 4 евро на окраине города, на оптовой базе, ну, то не оптовая база, просто магазин открыли на окраине города, туда ездит маршрут 6-7 гидролейнгдус автобус так, что еще проезд, проезд внутри округа, марселя, в Ницце, таких вот проездных документов, кстати, идет доказательство, что я был в Африи, это доказательство, что вы были во Франции, это был в Ницце, вот такие билеты, проездные внутри округа, тикетсы, которые разрешают ездить, ну, в смысле, если вы оформите статус временного убежища, или вы оформите международную защиту, нет, международной защиты не получится, потому что работает, надо именно работать, короче, с этими билетами можно по округу работать как курьер, как курьер, спокойно, вообще не перегружаясь на это, можно, в принципе, как, потому что бесплатный проезд. У меня батарейка скоро закончится, так что давайте... из Франции, поехал я в Италию, короче. В Италии люди более эмоциональные, люди более теплые, не такие роботы, как во Франции. Ну, я в Италии не задержался и поехал как можно быстрее ехал в Вену. В Вене люди, ну, как везде, есть и плохие, и хорошие, так. То есть, везде все это самое. То есть, я был проездом, вот приехал в Румынию, в Румынию здесь приночевал, в Румынии женщина даже дала мне 50 лет, потому что, как, ну, не знаю, почему, но здесь более теплые люди, более теплые. Даже вот, даже оператор помог мне с билетом, он говорит, ну, дай бог ему удачи, чтобы ему было все успешно. Дай бог атеисту. Пусть бог атеизма даст ему там удачи и успех. И сейчас вот, сейчас я еду дальше. Продолжаем приключения. Продолжаем приключения. Мы же встретимся еще раз, расскажите, что было дальше. Да, потому что это лучше, чем оформлять, делать свой блог и все вот это. Это так муторно, короче говоря, я лучше приеду и расскажу все это. Хорошо. Держимся, спасибо. Спасибо.